всем привет я сегодня хочу посвятить это видео девочкам я сегодня хочу чтобы мы собрались вместе с вами я сделала макияж и показала несколько своих трюков своих лайфхаков моего макияжа я уже более-менее для себя определила свой ежедневный макияж и давайте приступим к его выполнению да у меня сейчас не очень прекрасный вид потому что я немножко расстроена ну да ладно надеюсь макияж мне поможет и первое сего нужно начать очень постоянно забываю как сделаем макияж это увлажнить свои губки бальзамом можно любым бальзамом у меня такой прелестный бальзам от oriflame по моему я вечно забываю увлажнить губы и мне приходится это делать сразу это в принципе ни на чего не влияет но правильно делать так значит что я начинаю с чего я покрываю лицом тонаком но у меня не так у меня биби крем я вот такой вот таким пользуюсь уже очень давно и все мои плотные крема они просто лежат без дела мне нравится как справляется с моими покраснениями у меня лицо в принципе без пищи нормально себя чувствует и очень естественный тон кожи придает этот это средство его нужно совсем немного учащественно нанесла это очень-очень много свет сейчас поймете и моя любимая кисточка для макияжа вот такой по моему real technics я покупала до real technics я покупала за полную стоимость ехала на мне из евросоюза и это самая любимая моя кисточка вообще со всех моих кистей которые мне сейчас есть конечно не обошлось без моей кошки которая уже лазит тут у меня рядышком вы просто не видите ну тут какая у меня конструкция просто разношу тональный крем лицу немножко захожу на шею чтобы сравнять тон хотя это биби крем и он должен подстраиваться под тон кожи все чем я пользуюсь будет дублироваться на экране поэтому вы с легкостью сможете найти то чем я пользовалась по желанию повторить макияж с этими продуктами или взять что-то себе на заметку здесь я не забуду вставить эти скриншоты в видео вообще честно говоря все видео запланировано для того чтобы показать как я крашу ресницы ну я поняла что на самом деле у меня много лайфхака которые я могу вам передать беру свой консилер на который кстати у меня была аллергия сейчас ее опять нет я не знаю чем это связано возможно со сроком годности maybelline fit me оттенок 15 у меня мой идеальный оттенок консилера но заметьте что этот консилер он на порядок окисляется то есть если вы возьмете какой-то темный он окислится еще к тем к темнейшему так сказать делаю вот такие манипуляции не каким-то мне треугольником просто закрашиваю свои области под глазами я закрыла дверь и кошка хочет выйти и оставляю минутки на две консилер чтобы он подсох только сейчас заметила что у меня грязный свитер это проблема черных вещей на мне я никогда не вижу что они грязные простите за мою неряшливость но это же здесь меня такой любите пока консилер застывает я выпью свои витаминки растворимые и будем с вами его развозить уже вижу что можно развозить так что поехали делая вот такой как это называется дуа фибры двойной кисточкой очень нравится как она это все делает и стараясь покрывать под бровью весь глазик дополнительное покрытие для теней будет у нас чтобы сравнять века разносим это все консилер к этому времени подсыхает он становится плотнее не такой жидкий и дает лучшее покрытие но я пользуюсь двумя консилерами 2 я наношу в конце макияжа перед припудриванием у немножко высветляет зона и добавляет плотности поэтому это еще не конец да это мой ежедневный макияж я его делаю очень быстро но наденем будет все медленно чтобы вы все запомнили повторили я надеюсь с бровями у меня конечно сейчас epic fail я их не очень хорошо выщипала поэтому мне приходится основном их рисовать но мне в помощь приходит вот такой класс нючий карандаш фирмы glen b в оттенке 02 я как всегда потеряла этот прозрачный колпачок которая закрывает щеточку значит тут очень удобная щетка сначала зачесывая наверх но так как я не пользуюсь никаким гелем или укладкой для бровей и их сразу зачесываю вниз так как они меня в течение дня сползут и в таком виде я уже крашу там где не хватает опять же для меня это лайфхак потому что если я подниму брови наверх накрашу они опустятся и будут видны все дырки вот так он выкручивается я уже приноровилась только им пользуюсь единственное что мне для этого нужно чуть-чуть ближе взять зеркало так что хоть я подвинусь поближе покажу как я это делаю в принципе заполняю брови там где они нужны иногда это получается толще иногда тоньше по настроению еще заметила что когда мне нет настроения то макияж него очень поднимает сегодня у нас с вами двойная миссия накраситься и принять мне настроение не обращайте внимание на то что у меня прическа какой-нибудь планетянина просто мне пора мыть волосы но пока еще рано я стараюсь реже мыть волосы чтобы они не привыкали иначе будет жирнуть быстро так что у нас здесь получилась такая она мне всегда подтянута к верху мне как-то мышцы по-другому видно расположены вот такие тихо зеркало вот такие брови у меня получились и держится весь день очень классный карандаш и поэтому совет я пользуюсь базой по тени у фирмы арт-деко очень классная база я когда-то я на мейкап заказывала я сначала это это немецкая база по тени манечка большая на база на самом деле тут мало очень хорошо держит денежки на моих веках у меня очень скатывается все течение дня и очень экономная база оказалось я покупала еще в том году наверное перед новым годом ну это тоже кстати я по наводке девочек с этого купила и не пожрела ни капли если вы любите можно разнести вазу по веку потому что она достаточно плотная складочку немножко там где будет тушевка теней можно не ждать пока она высохнет сразу начинать макияж сегодня у нас теплый день я сегодня буду вся в черном поэтому сделаем что-то такое ежедневно легкое дабы не перегружать мой макияж учитывая что сегодня плохо спала мне синячки под глазами темный макияж будет вообще не в тему я так отвыкла делать макияж что смотрю на себя вместо того же смотреть на вас давайте я сейчас выберу эти ножки и мы с вами начнем когда не знаю какой макияж делать я всегда беру вот эту палетку мэйбелин нюдс и делаю макияж под мой цвет глаз это золотые тени на все века и темно-коричневые в складку и этого достаточно мне кстати всегда делают комплименты поэтому макияжем так что давайте мы с вами вот такой оттеночкой нафигачим его на всю веком всяких переходов чего мы делаем обычный дневной макияж сразу свои глаз так заиграл зеркале очень заметно не знаю как на видео ой 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 это я макнула кисточку в темные тени случайно сейчас исправим дальше я беру такую плоскую кисточку сначала макаю в такой более светлый оттенок затем в темный смешиваю их и рисую складку немножко делаю здесь треугольничек потому что я потом буду рисовать стрелку с помощью подводки а получается темно нам потом мы все будем растушевывать кстати если у вас нависший века то складку легче всего рисовать когда волосы завязаны уход потому что вот эта лишняя кожа она подтягивается и можно увидеть где находится эта складка немножко завожу на нижнее веко тенюшек совсем чуть-чуть чтобы глазик подчеркнуть дальше нужно взять какую-то кисть поменьше вот такая у меня светлые тенюшки любые и я люблю немножечко наложить их на класть наложить под бровку а дальше вот такой огромной пушистой кисточкой можно все аккуратненько немножечко растушевать я иногда люблю чтобы эта граница оставалась в тенях иногда не люблю то есть тут по настроению сейчас я хочу немножечко все растушевать потому что мне не нравится это сильная граница дальше идет подводка у есть одна моя любимейшая подводка которую не хочу ни на какую менять это бель вот такой вот пен лайнер как пен айлайнер у него очень удобная кисточка просто неимоверно но он мне закончился и я просто уже добиваю до конца как могу я беру влажную салфетку так вот вмакиваю чтобы разбавить достать оттуда остатки и когда она намокнет я начинаю рисовать стрелочку только так спасаюсь стрелочку я рисую сейчас вот так если получится я виду от внутреннего угла по возможности вверх линию хотя бы прямо и поднимаю ее понимаю ее к веку я честно говоря вообще не вижу что делаю потому что я далеко от зеркала но принципе я думаю вы поняли некрасивая получилась стрелка сейчас я буду корректировать потому что на втором глазу покажу может получится иногда бывает так что стрелки не получается приходится их перерисовывать и лети с такими как есть но это жизни это нормально я стерла здесь те кто нарисую сейчас попытаюсь как-то оставить зеркало показать как я рисую эту стрелку здесь находим точку конца вверх и никогда на этом зона не получается можно немножко вытянуть к получается тоже какая-то бедичи все кончик должен быть узкий так ну короче как то так комментариях у меня кто-то спрашивал о том как как я рисую свои ресницы точнее чем я пользуюсь что они у меня такие вот такие рассказываю свой лайфхак я сто лет уже пользуюсь вот такой сывороткой от эвелин белая такая база вообще на там на ночь наносить как-то но я этого не делаю я ее наношу непосредственно перед нанесением туши хорошенечко намазываем реснички все зависит от того насколько вы хотите чтобы они были у вас густые длинные формируйте в общем свои ресницы с помощью вот этого белого основания допустим я хочу сегодня вот такие ресницы также я очень далеко от зеркала неплоховато видно и пока я беру свою тушь любую тушь открывая проходит около 3 4 5 секунд и я начинаю красить сразу же ресницы я не жду потому что если сделать перерыв и дождаться пока засохнет это обороза толку потом ресницы никак не накрасить и в этом я слегка кстати и тогда ложится именно так как надо немножко конечно зависит еще от того какая у вас щеточка у туши потому что она по-разному укладывают реснички ну в общем я такой результат стоит единственное что у меня всегда вот это вот какая-то ресница вылазит больше всех мне приходится ли кто умирать вот такие ресницы получаются честно говоря мне же тушь не очень свежие получилось так себе и можно увидеть результат между накрашенными не накрашенным глазом кстати видите как сразу поднялся поднялась века в сочетании с этим глазом все сейчас на крошу 2 вот такие ресницы у меня получились теперь то чем я говорила я беру 2 консилер это на данный момент как рис камуфляж очень берегу его потому что его очень сложно купить найти так вот мазюкаю а мне хочу дополнительную коррекцию немножко сюда можно найти но этот консилер быстро высыхает поэтому я сразу же беру вот такую контурирующую палитру клэмби и начинаю рисовать или скулы сегодня возьму более светлый оттенок и свой вот таким макаром себе швачки временем боня зажирает резинку канцелярскую но нас эта тема уже нормально делаю немножечко здесь коррекцию уменьшаю визуально лицо длинное и делаю вот такой трюк для того чтобы уменьшить носик вот дальше я все отсюда же берут румяшки наверх над бронзером рубянич так есть теперь вот такой кисточкой я все растушую чтобы не было такой плотности дальше мне все такое плоская кисть уже грязно помыть кисточки консилер уже подсох немножко и вот так я заполняю пространство там я хочу чтобы мне более аккуратно все этот консилер он немножечко осветлит высветляет мне область под глазками обязательно нужно его растушевать он такой с приятным желтым оттенком сразу дает чувство свежести в глазках можно даже вот такой пройтись и теперь чтобы не было вида как будто мы плакали три дня нужно это все запудрить пудрой я сегодня хотела бы воспользоваться этой палитры глэмби очень классная была пудра но так как она мне там уже закончилась не хочу ковырять я беру вот эту пудру от бель не очень нравится пудра ну да ладно другой нет покупала когда-то нужно пользоваться такую кисточку хорошенечко у так вот набиваю эту кисточку опускаю глазки чтобы не формировались у меня складочек и начинаю вбивать ее чтобы закрепить консилер перехожу параллельно сюда на щечки там где меня в основном позади порода всегда лоб но я не затушевываю все лицо потому что лицо должно немножко пристеть со временем консилия а и со временем пудра еще спадет и появляется красивый естественный блеск но когда я выхожу утром на работу я выпишу книж немножко ковпоку и остались губки для губ поняла один лайфхак в том что нужно использовать если я хочу использовать помаду нужно использовать обязательно под ее карандаш как базу если вы помните я увлажняла губы бальзамом теперь я все влажная салфеткой стираю лучше конечно всего сначала почистить зубы а потом красить губы как я и делаю в принципе так губки меня увлажнены немножечко прохожу сверху кисточкой чтобы краешка не было видно вот такой грызок беру карандаша у меня всегда разные не столь важно лучше конечно подбирать под цвет помады и рисую себе губки контур как я хочу по увлажненным губам сухой карандаш очень хорошо ложится и скользит основу я сделала на этом будет держаться моя помада в жизни она не такая яркая но камера почему-то у меня стала пересвечивать дальше я хочу накрасить губки не тот оттенок помадой от люкс визаж вот такая она помадка оттенок 515 подходит вот до карандашик очень хорошо ларится помада сама помада хорошая и хорошая подложка ну что вот такой макияж получился если мне не хватает темноты в складочке я ее сюда и добавляю на сегодня вроде бы всего достаточно все равно еще буду в очках так что вот так я в основном хожу на работу но работу я использую более темный оттенок не знаю почему мне больше нравится так что вот такие лайфхаки я использую надеюсь вам было полезно интересно и я вас развлекла меня немножко поднялось настроение действует макияж будет со мной весь день и не убежит никуда но четыре часа он точно держится спасибо вам за внимание пишите свои комментарии и оставайтесь на канале всем пока